Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2662. Тема «Старообрядцы». «Каким образом вы будете в ближайшее время строить отношения с Русской Православной Церковью?» Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Архиереемским собором РПЦ было принято решение о создании комиссии для связи со старообрядцами. Мы пока не знаем, кто будет входить в состав этой комиссии, каковы будут их намерения и действия. Со своей стороны мы могли бы внести ряд предложений для совместного обсуждения. Например, мы давно уже предлагаем вернуться к осуждению итогов Никоновской реформы и объективно рассмотреть со всех точек зрения ее причины Никоновской реформы. И объективно рассмотреть со всех точек раньше. Например, мы давно уже предлагаем вернуться к осуждению итогов Никоновской реформы и объективно рассмотреть со всех точек зрения ее причины и последствия. Никоновой. Да, Никоновой. Я Никоновской сказал, да. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Андриан выражает мнение всех старообрядцев без исключения всех до единого. Кто мыслит иначе, он тут же будет объявлен эритиком и задвинут. Если даже московская патриархия согласятся обсуждать, то ни те, ни другие на порошинку не приблизятся к разрешению того узла, ибо затягивают его и ныне. Ни Никон, ни Авакум не брали как будто Библию в руки, а спорили об обрядности, о том, что совершенно не влияет на спасение. Буквоедство было и упорство смертное. Пусть мысленно вернутся к Первому апостольскому собору. Деяние, 15 глава. И с них уже будет достаточно. И последствия раскола просто смешными и глупыми покажутся. Уткнувшись в крещение Владимира, а это уже тысячелетняя порча была. Нужно же вернуться к первой истоку христианства и с ним все сравнивать. Деяние, 15, 28, 29. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте задравы. Какие бы дела не совершали, им будет полный на суде разбор. Тряслись над милостыней, мерили грошами, земное все считали ли за ссор. Делами подтверждается, как верим, все названы работниками в поле. Кто при дороге, кто сидит средь терний, ни разу свой участок не прополит. И не на камушке стоять тысячедневно, рекордом удивляя простодушных. И не боишься Бога ты прогневать, в то время как на проповедь так и нужен. Россия, потонувшая во тьме, была утыкана часовнями, церквами. Никто противоречить им не смел. Бог в мир послал, не на замшелый камень. Вот идеал трубят о том столетия, что можно, скрывшись от людей, молиться и превратились в камеры монашеские кельи архимандритами над всеми коммунисты. А если бы открыли монашеские курсы, учили и кухарку кривую инокиню, что нужно дорожить наследием нашим, Русью, иначе враг влосянецу накинет. Без благовестия во мгле святой живущим случилось то, что и должно случиться. Не во главе Евангелия, чему ж тогда научит тоталитарный Алва, не обращенный лично. Молитва с деятельностью все животворит. Не парализует созерцанием и неба. Спешит к пришедшим, чуть заслышав скрип своей калитки, кто пилигрим бы ни был. Не вакуумом всасывать в себя, но щедро сеять с думой о потомках. Они на камушках, дивуясь, не сидят, но в мир спешат с Евангелием в Котомках. 4 апреля 2005 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин